Всем привет! Наш канал Байтихлабс и я, его самая обаятельная и привлекательная ведущая Аня, продолжаем радовать вас, дорогие наши подписчики, новыми обзорами. В одном из прошлых сюжетов я помяла бока на игровых стульях Аэрокул, а сейчас пришло время сменить обстановочку и перенестись из теплого уютного офиса на холодную проморзглую улицу. Спросите, почему? Да потому что мы сегодня будем тестить устройство с трудновыговариваемым названием радар-детектор. Как-то так получается, что автомобильная тема на нашем канале накатывает с первым снегом. Сами понимаете, не самое комфортное время, чтобы тестировать эти полезные мужицкие штучки. Ну, что ж поделаешь. Надеюсь, что на улице я не замерзну и не умру. Так что начинаем. Итак, сегодня у нас обзор радар-детектора Neoline XCOP 7500S. Вот в этой вот маленькой коробочке скрывается обширный функционал, который должен уберечь вас от штрафа стационарной камеры или от неприятного разговора с гаишником, если вдруг попадетесь на ручной радар. В общем, устройство не менее полезно, чем регистратор. Давайте же посмотрим, что оно из себя представляет. Если уже когда-нибудь пользовались антирадарами, то быстро освоитесь из XCOP 7500S. Сверху три клавиши, отвечающие за включение-выключение и вход в меню. Изменение яркости подсветки, приглушение оповещения и смену режимов. На правом боку пара клавиш регулировки громкости. Они же используются при выборе параметров меню. Разъем для кабеля питания находится слева, а порт меню USB справа. Экран, как обычно, сзади, а динамик находится снизу. И это не лучшее решение для тех, кто собирается возить устройство на противоскользящем коврике. В таком случае звук будет сильно приглушаться, а чтобы услышать оповещение, придется уменьшать и звук магнитолы. Комплект поставки этого неолайна прост. Помимо самого антирадара, в него входит крепление на лобовое стекло, кабель питания, а также USB кабель для подключения к компьютеру. Установка антирадара на лобовое стекло предельно проста, а снимается он еще проще. Объем информации на экране зависит от ситуации. При обычном использовании на дисплей выводится выбранный режим работы, спутник и скорость движения по данным GPS. При обнаружении камеры шкала заполняется делениями, а на дисплее высвечивается диапазон, которым работает камера или радар. В случае приближения к радару, отмеченному в базе GPS, на экран выводится данное расстояние до него, а также текущее ограничение скорости и, собственно, сама скорость. В общем, вариантов масса, но вся информация интуитивно понятна и хорошо читаема, независимо от времени суток. Прошли те времена, когда антирадары умели определять одну-две камеры. Нынешние модели пошли намного дальше. Теперь они распознают гораздо больше радаров и меньше отвлекаются на разные помехи в виде CB-радиостанций, парктроников, автоматических дверей на заправках и другой белый шум. Отфильтровать нужный для работы сигнал камеры от бесполезного фонового позволяет фильтр Z-сигнатур. Он минимизирует количество случайных срабатываний в городе, благодаря чему бережет и нервы, и кошелек автолюбителя. Сама собой, в X-COP 7500S такой фильтр имеется. Помимо этого, антирадар оснащен модулем GPS, что позволяет сообщать о стационарных камерах, в том числе о камерах системы Автодория, контролирующих среднюю скорость. Также X-COP 7500S оповещает о камерах, светящих за другими нарушениями ПДД, вроде проезда на красный или движения по выделенной полосе. Но еще одна фишка антирадара – дальнобойный модуль EXD, усиливающий сигнал. Он значительно увеличивает дальность определения камер. Но в городе EXD модуль лучше отключать, иначе радар срабатывает на все подряд и визжит, как резаная свинья. За одну поездку в магазин вам вынесет мозг. Ну что же, с антирадаром и его основными фишками разобрались. Пришло время устроить этому антикопу ездовые испытания. Перед началом использования обязательно нужно включить EXD диапазон, в котором работает большинство ручных ГАИшных радаров, и фильтры Z-сигнатур. В включенной сигнатурной фильтрации EXCOP 7500S действительно становится значительно тише, хотя полностью ложные срабатывания все же не уходят. Пожалуй, самый оптимальный и универсальный сценарий работы – это EXCOP. В нем режимы город и трассы переключаются автоматически, в зависимости от скорости. От 41 км до 70 – город, более 70 – трассы. До 40 км в час антирадар вообще молчит. В городе ездить в этом режиме комфортно. Никаких лишних звуков. На малых скоростях абсолютная тишина. При этом в других режимах, на том же подземном паркинге, радар-детектор не умолкает. В сценарии Turbo активируется и XD-модуль, увеличивающий дальность приема сигнала, а сигнатурная фильтрация отключается. При проезде большинства стационарных фоторадаров, за исключением Polyscan M1 HP и его мобильной версии, дальнобойность повышается примерно в два раза. Это справедливо даже для мульторадар SD580, стреляющего в спину. Со стационарными камерами, в том числе лазерными, благодаря GPS проблем не возникает. Необходимо лишь своевременно обновлять базу данных. Значительно больше головной боли водителям доставляют мобильные лазерные радары. В случае с X-COP 7500S чудо не случилось. На камеру, установленную в липцо, детектор сработал примерно за 15 метров до нее. А тормозиться нереально. Но эта проблема характерна практически для всех антирадаров. Ну что же, дорожные испытания позади, пришло время подводить итоги нашего теста. Neoline X-COP 7500S однозначно хорош на трассе. Благодаря сигнатурной фильтрации, количество ложных срабатываний сведено к минимуму. Хотя и не исключено полностью. Предупреждения о стационарных камерах прилетают заблаговременно, благодаря поддержке GPS. Главное, не забывать регулярно обновлять базы. Но и в городе X-COP 7500S не разочаровал. Тут помогает сигнатурная фильтрация и оптимально тихий сценарий X-COP. И все же, каким бы хорошим ни был антирадар, всегда дешевле и проще соблюдать ПДД. Если вы ездите по правилам, то лучшим доказательством вашей правоты будет видеорегистратор. И скоро мы рассмотрим несколько интересных регистраторов.